Здравствуйте, коллеги! Уже прошло 6 лет с последней классификацией, которой мы пользовались, и в ней появились достаточно важные обновления. Сегодня я бы хотела остановиться только на обновлениях в эпителиальных опухолях, так как обновления в мезонхимальных опухолях незначительные, а вот в эпителиальных появились достаточно интересные вещи. То есть, если раньше эндометриоидные карциномы делились на субтипы согласно их гистологической картине, теперь же эндометриоидные карциномы делятся на подтипы согласно их молекулярным характеристикам. Еще одно важное изменение – это карциносаркома теперь не является смешанной опухолью, раньше она была вынесена в отдельный вид опухолей, теперь же тоже благодаря различным молекулярным исследованиям было подтверждено, что эта опухоль является эндометриоидной карциномой high-grade, которая совершила эпителиальный мезонхимальный переход. И теперь она относится тоже к эпителиальным опухолям, просто к крайней степени злокачественности. И в старой классификации, которую мы пользовались еще со времен Бухмана, опухоли эндометрия делились на два типа. К первому типу относились опухоли эндометриоидные карциномы со всеми ее подтипами, гистологическими, цинозные дезнокарциномы, и они имели трехступенчатую систему градации, а ко второму типу относились террозные карциномы, светлоклеточные, дифференцированные. Эти карциномы априори считались карциномами high-grade. Теперь же эндометриоидные карциномы предлагают градировать двухступенчатой системой. То есть если раньше трехступенчатая, она была основана на количестве солидного компонента, то есть grade 1 был представлен опухолями, содержащими менее 5% солидного компонента, grade 2 – это более 5%, но не более 50%, и более 50% – это карциномы G3. Теперь же предлагают объединить карциномы G1 и G2 в карциномы low-grade, и карциномы G3 – это карциномы high-grade. Все это родилось из исследований, которые подтвердили, что двуступенчатая система имеет гораздо большую воспроизводимость среди исследователей, нежели трехступенчатая. Также в новой классификации отдельное внимание уделяется определению лимфовоскулярной инвазии. Так как она встречается в 5-15% случаев и имеет очень важное прогностическое значение. То есть если мы можем видеть, как сильно отличается выживаемость при наличии лимфовоскулярной инвазии. Поэтому отдельно обращают внимание к тому, как важно ее найти. Ну и главные изменения, которые произошли, это выделение четырех главных молекулярных подтипов эндометриоидных карциномов, которые были опубликованы в 2013 году в атласе генома опухолей. Эти группы характеризуются различным прогнозом и различными молекулярными особенностями. Итак, важный из них – это группы, имеющие мутацию в гене пола или в гене полимеразы. ДНК, они составляют около 5%. Целых 25%, то есть четверо, составляет опухоли, имеющие дефекты в системе репарации ДНК. Также опухоли с мутацией в гене ТП-53. И более половины всех опухолей составляют опухоли, не имеющие какой-то специфической молекулярной картины. Также сюда еще относят пятой группой, это всего 3%, это опухоли, которые имеют смешанный молекулярный фенотип, то есть несут в себе сразу несколько мутаций, как, например, мутация в гене пол и в комбинации с мутацией в гене ТП-53. Для диагностики и выделения непосредственно этих четырех групп предлагают использовать три основных маркера. Это иммуногистохимические маркеры П-53 и МСАИ, также предлагается использовать всего два из четырех, допустим, МСА-6 и ПМС-2. И также использовать генетическое исследование, это мутации в гене пол. Можно использовать как ПЦР, так и в секвенировании, в зависимости от того, что доступно. Итак, мутации в гене пол или в гене полимераза эпсилон ДНК встречаются среди пациенток молодого возраста с низким индексом массы тела. Как правило, эти опухоли встречаются на ранней стадии заболевания и имеют очень благоприятный прогноз, даже несмотря, если это опухоли high-grade. Предлагают исследовать как минимум пять ходспотов, то есть как минимум пять локаций мутаций, потому что именно как раз эти пять ходспотов составляют почти 95% карцином полумутантных. При этом, как можно увидеть из этой картинки, при наличии мутации в гене пол в опухолях эндометрия, как правило, редко сочетаются с мутациями, допустим, среди генов белков микросателитной нестабильности, либо мутации в гене ТП-53. Мутации в гене ТП-53. Как правило, это опухоли пожилого возраста, средний возраст пациенток старше 60 лет, это и постминтополузальные женщины. Характерны нормальный индекс массы тела, как правило, они встречаются на поздних стадиях, достаточно с такой агрессивной гистологической картиной. Это правило опухоли high-grade, они имеют сирозоподобную, сироз-like морфологию и характеризуются крайне неблагоприятным прогнозом, даже вне зависимости от грейда или стадии. Предлагают использовать иммуногистохимический маркер ТП-53. В его оценке ничего не поменялось. То есть, если мы видим фокальное ядерное окрашивание, это считается диким типом, то есть отсутствием мутации в этом гене. Однако, если мы видим такое диффузное ядерное яркое окрашивание, либо сочетание фокусов с диффузным ядерным окрашиванием и фокусов полного выпадения, считается мутантным фенотипом. А также полная потеря ядерная, либо потеря ядерного, но при наличии цеплазматического окрашивания, тоже считается мутантным фенотипом. И были проведены исследования, которые доказали, что ИГХ является очень хорошим суррогатным маркером, потому что сравнивалось с генетическими исследователями ПЦР в мутации гене ТП-53, и они проявили очень хорошие показатели воспроизводимости. Что касается потери белков в системе репарации ДНК, опухоли с таким профилем встречаются у пациенток среднего возраста, так как правило они имеют высокий индекс массы тела, тоже встречаются в достаточно ранней стадии, но эти опухоли имеют тенденцию к обширной лимфоваскулярной инвазии и к раннему метастазированию, даже при наличии не очень глубокой инвазии. Также эти опухоли часто встречаются в нижнем сегменте тела матки, и для них характерны высокий уровень опухоли инфильтрирующих лимфоцитов. Здесь тоже мы используем иммуногистохимию для диагностики. Наличие диффузного ядерного окрашивания, как минимум двух маркеров из каждой пары, свидетельствует о том, что в опухоли отсутствует недостаточной системе белков репарации, но при наличии потери хотя бы одного из них, опухоль считается ММР-дефицитной. И также исследователи отмечают внимание, что наличие фокальной потери, такой же субклональной потери одного из белков может свидетельствовать именно о дефиците белков системы репарации. При том, что тут приведено сравнение нескольких больших исследований, в которых исследовались до 700 эндометриоидных карцином, и они показывают тоже достаточно высокую конкордантность между собой. Ну и наконец, опухоли, которые не имеют какого-то определенного специфического молекулярного профайла. Это, как правило, опухоли с диким фенотипом P53. Эта опухоль составляет практически половину всех карцином, встречается в среднем возрасте. Очень часто встречается у пациенток с ожирением или у пациенток с высоким уровнем эстрогена. Большинство этих опухолей имеет низкий грейд и встречается на ранних стадиях. В целом имеют достаточно благоприятный прогноз. Ну и, собственно, график, который показывает, как сильно различаются опухоли. Каждая из молекулярных подгрупп, если синенькая, то есть это опухоли, несущие полумутацию, и они имеют превосходную выживаемость. При этом опухоли с микросателлитной нестабильностью либо опухоли, не имеющие какого-то особого специфического молекулярного профайла, имеют достаточно средние показатели выживаемости, при том, как опухоли с мутантным P53 имеют крайне плохой прогноз. На данных графиках представлено прогностическое значение и предиктивное этих подгрупп. Здесь показана выживаемость в зависимости от той или иной применяемой мадьюатной терапии. Здесь сравнивалась только лучевая терапия адьювантная или химиолучевая. И опять же, опухоли с мутацией в гене пол не имеют никаких различий, и для них, по сути, хирургическое лечение является оптимальным, и они, как правило, не требуют адьювантной терапии в послеоперационном периоде. Тогда как опухоли с мутацией в P53 имеют самый плохой прогноз, но при этом им необходима сочетанная терапия, так как выживаемость значительно лучше при сочетанной адьювантной химиолучевой терапии. Опухоли с микросателлитной нестабильностью имеют практически одинаковые показатели выжима и смесисти при том или ином виде терапии. И опухоли без специфического профайла чуть лучше, и прогноз имеют именно при сочетанной терапии. Тут также следует сказать, что для опухолей с микросателлитной нестабильностью и полмутацией доступна адьювантная иммунотерапия. Ну и что предлагают алгоритмы диагностики, которые мы должны исследовать. Которые мы должны исследовать. То есть образцы карцином, неважно, это биопсия или это материал гистероктомии, первично предлагают исследовать на мутации в генепол. И если мы выявляем мутацию, то всё остальное исследование нам уже не нужно. То есть это мутация в генепол, опухоли достаточно с благоприятным прогнозом. Всё. Если же мы не находим мутации, первое, что должны сделать, это исследовать опухоль на микросателлитную нестабильность. Опять же, если мы выявляем признаки микросателлитной нестабильности, дальнейшее исследование нам уже не нужно. А вот если эта опухоль оказывается микросателлитно-ммр стабильной, мы исследуем мутации в гене ТП-53. Если же нам недоступны никакие из этих методов, то просто на основании гистологии мы выставляем тот или иной гистологический тип, грейт и стадию. А, да, здесь я ещё хотела добавить, что есть исследования, но у них пока нет чётких данных статистических, но предлагают всё же несколько групп исследователей всё-таки использовать первичный материал биопсии или соскобов эндометрия. Связано это с тем, что, как правило, этот материал имеет меньше артефактов пренолитического этапа, то есть артефактов фиксации и проводки, и что важно особенно для генетических исследований. Достаточно хорошая воспроизведимость между исследованиями материалов гистероктомий и соскобов, но они всё-таки предлагают использовать соскобы, так как это даёт, в принципе, ещё дооперационный план введения данных пациенток. Ну и молекулярное субтипирование должно стать стандартом диагностики карцинома эндометрия, и так как все эти четыре молекулярные подгруппы представляют важную клиническую и прогностическую информацию и возможность для персонализированной терапии пациенток с раками эндометрия. Ну и на данном слайде представлены наши планы на будущее благодаря появлению этой классификации. Так, допустим, опухоли с микросистолитной нестабильностью скорее всего будут подразделены дальше на подгруппы в зависимости от вида мутации, то есть герминальная, соматическая это мутация, или это эпигенетическое, как гиперметилирование МЛХ-1, и возможности дифференциации иммунотерапии, или, возможно, там отказа иммунотерапии в зависимости от того или иного типа мутаций. Что же касается опухолей с мутацией в гене Пол, так как эти опухоли в целом достаточно благоприятны, и они очень хорошо отвечают на гормональную терапию. И опять же, эти опухоли очень часто встречаются у женщин молодого возраста, поэтому на будущее важным фактором рассматривается как сохранение фертильности после гормональной терапии. Также, кстати, для этих опухолей рассматривается разработка новой иммунотерапии. Что касается опухолей с мутацией в гене П53, их тоже планируют подразделить на подгруппы, которые будут сравнивать именно молекулярные особенности мутации в генах и с клиническими исходами этих пациенток. Потому что есть данные, что все-таки у них исходы различаются, но пока четких данных, к сожалению, нет статистических. Все, что я хотела сказать.